И вот мы добрались до последних экзотических сапог этого сезона, но далеко не по значению. Варлоки, настал ваш час. Ваш новый экзот сапоги транслятора. Благодаря ему вы можете взять на себя роль полноценного и важнейшего саппорта в команде. В этом видео я лишь коротко расскажу о том, как работает экзот и где его можно будет применить. Это будет ознакомительным роликом. Я видел ваши сообщения о том, что я не рассказывал о каких-то способах использования предыдущих двух экзотов. Однако, поскольку вы просите видосы по билдам на разные классы, мы еще обязательно вернемся к нему позже, в этом сезоне, когда я начну рассказывать о билдах, выстроенных вокруг этого экзота. Там я бы и поведал о конкретных сборках на разные ситуации, так что пишите в комментариях, если заинтересованы в таком контенте. Это очень важно. Получить эти сапоги можно, как и другие два экзота на Титана и Ханта, пройдя легендарный или мастер Затерянный Сектор в одиночку. Подробнее о таких секторах, как их открыть и так далее, есть отдельное видео на канале. Находясь в целебном расколе, вы призываете благородных искателей, которые ищут союзников за пределами раскола и исцеляют их. Находясь в усиливающем расколе, вы призываете благородных искателей, повышающих наносимый урон для вас и ваших союзников. Всякий раз, когда благородный искатель находит союзника, время существования раскола ненадолго увеличивается, если вы в нем остаетесь. То есть, экзот позволяет хилить или бафать урон своим союзникам через использование классовой способности без непосредственной необходимости сидеть в этом самом расколе. Да еще и сам рифт будет держаться дольше благодаря отдельному бафу. Без сапог рифт стоит 14 секунд, ну а с сапогами удалось выжать целую минуту и 17 секунд. Тут все зависит от того, насколько далеко находится ваш тиммейт и как долго помощнику придется до него лететь. Это все занимает драгоценные секунды. Но при этом два варлока, использующих эти сапоги, могут друг друга бафать и такая пролонгация взаимовыгодная увеличит время продолжительности установки этого раскола до безумных значений. Что же до усиливающего рифта, то тут все интереснее. Как мы знаем, обычный усиливающий рифт дает баф к урону в 20%. Если вы надеваете новый экзот, то это значение не меняется. Вы по-прежнему получите, как создатель раскола, только 20% баф. Но ваши напарники, которые будут получать баф на расстоянии, с помощью летящих в них искателей, получат баф в 35% к урону. И это просто невероятно. Подобные цифры бафа мы можем получить от Титана с его куполом. А тут от варлока и на расстоянии, без необходимости бегать из рифта туда и обратно, как бы это было в случае с куполом. А при этом всегда есть риск пробежать перед каким-нибудь своим тиммейтом, который в этот момент из ракетницы по боссу выстрелит. И в общем, сами знаете, чем это заканчивается. Так что этот экзот превращает вашу классовую способность в баф оружия света. И это невероятно удобно и полезно при прохождении любых сложных активностей. Что важно, баф все же дается на команду, а не именно носителю, как это было в случае с новым экзотом на охотника. Так что, как я и сказал в начале видео, полноценная командная роль поддержки варлока, которая по эффективности превосходит купол Титана, как минимум, потому что откатить классовую способность уж попроще будет, чем купол. И да, это работает с кладезем. Если вы активируете ульту средней солнечной ветки, она считается за исцеляющий раскол. И от вас также полетят искатели, которые будут лечить тиммейтов. Если же вы поставите кладезь, а потом в нем активируете рифт на усиление урона, чудо не произойдет. Эффект останется за кладезем, и искатели будут лечить, но не увеличивать урон, а то бы имба какая-то была. Небольшой трюк, если вы поставите рифт, используя сапоги транслятора, а затем будете менять обувь туда-обратно, то каждый раз, когда вы надеваете экзот, он будет спаунить по горсти искателей. И получится дикий спам этих ребят. Минус такой хитрости, то что при этом сбрасывается таймер, продлевающий действие раскола. Так что такая армия искателей будет летать по кругу очень часто, но только в пределах стандартного таймера в 14 секунд. И да, этот экзот работает с люминой, каждый раз рифт будет перезаряжать револьвер и засылать усиливающий патрон. Это все выглядит весело, и вы можете найти кучу видосов с фаном этого способа. Но мы говорим о реальном применении экзота в активностях вроде рейдов или грандмастеров. Так что, на мой взгляд, вы не захотите забивать люминой экзот слот. Так что на этом я даже не стану сейчас останавливаться. Это все мне напоминает ситуацию с перчатками на Варлока, некротическая хватка, которые тоже работали с Торном. Все от этого офигевали, снимали видосы и что сейчас многие используют эту связку. Так что, пожалуй, да. Этот экзот можно назвать одним из лучших для Варлоков сейчас. Не уверен насчет рейда, но вот в сумрачном налете в грандмастере использование этого экзота очень даже может быть полезным. Как в качестве отхила, так и уж тем более в качестве усиления на урон. Мне нравится, что всем новым экзотам сообщество находит все новые и новые способы применения. Так что, как я и сказал, мы еще обсудим эти ботинки и ботинки на охотника уж точно. А пока желаю вам успеть выбить их как можно скорее и надеюсь вы по достоинству оцените их эффективность. Спасибо за просмотр и подписку. До связи!